Всем привет! Немножко такие болевые условия тут у нас. Да, тут у нас на Байкале немножко дождик начинается, но это портится. Это видео будет про цели, про не очень явные причины, почему часто цели становятся недостижимыми. Как показала практика, что если мы не осознаем скрытых мотивов, которые стоят за целью, то очень часто получается, что наша цель сбывается на 100%, только мы не совсем догадываемся о том, какая именно цель. Например, если мы чего-то там боимся, то у нас проявляется стратегия избегания, и мы начинаем делать что-то, чтобы чего-то, не дай Бог, не произошло. И можем либо по факту притянуть какие-то события, которые связаны с этим страхом, здесь срабатывает само сбывающееся пророчество, но, как правило, происходит следующая история. На сознательном уровне человек думает, ну, например, я там хочу достичь цель, карьера, деньги или что-то другое, и ему кажется, что он работает именно над целью, что вот я сейчас буду что-то делать, и я достигну там какого-то результата. А по факту происходит достижение неосознаваемой цели, избегание каких-то событий, которые могут привести к тому результату, который как раз и вызывает страх, сомнения, в общем, и все другие напряжения. Вот, то есть, как только мы формулируем свою цель, мы должны модерировать ее, то есть, мы должны проверить, из каких наших глубинных мотивов эта цель произошла. Конечно же, если копать достаточно глубоко, то там будет несколько слоев мотивов, и, естественно, они будут вместе создавать определенное усиление в плане того, что будут сбываться какие-то вещи, но не будет сбываться та цель, которая на сознательном уровне. То есть, мотивы нам показывают те самые неосознаваемые цели, которые мы всегда достигаем. То есть, большинство людей почему-то думает, что если у них не получается достигать сознательных целей, то они типа там какие-то а-ля не очень успешные, там неудачные и так далее. То есть, человеческая система находится всегда в балансе, и человек всегда достигает своих целей. Единственный нюанс, да, он достигает тех целей, которые он не осознает. Почему? Потому что его, так сказать, сознательная цель, она не проходит определенную модерацию, и он не понимает, что на самом деле цель, которую он стремится достичь, другая. Например, стратегия избегания какого-то результата, от которого есть напряжение, то есть, какая-то опасность, там, например, ответственность, и все. И человек начинает, например, избегать ответственности, он себе начинает объяснять, почему он не готов, почему еще нужно подготовиться. То есть, здесь какая история. Первое, с чего нужно начать, это четко задать себе вопрос, откуда появилась эта цель. То есть, зачем она мне нужна, какой мотив стоит за этой целью, что я получу, если я буду эту цель достигать. Например, у человека есть страх, например, нищеты, да, за ним стоит какой-нибудь еще один страх. Например, страх остаться без средств существования, ну, и есть страх, там, типа, голодной смерти, что на самом деле вообще маловероятно, потому что для того, чтобы сейчас, ну, человеку умереть от голоду, это прям, ну, очень прям сильно, прям сильно-сильно стараться, потому что есть масса способов вообще без денег питаться практически бесконечно. Да, это будет не супер-пупер еда, но тем не менее, человек с голодом не умрет. Но в этот момент у человека как раз работает неосознаваемая цель, страх нищеты, страх остаться голодным. И вот в чем здесь как раз главный фокус? Главный фокус в том, что он занимается не достижением своей сознательной цели, а он занимается как раз избеганием каких-то событий, которые по его неосознанному страху могут произойти. И по факту получается цель не достичь какой-то цели, а по факту получается цель смыться от страха, от страха нищеты и так далее. Естественно, человек, что просто спокойненько себе смывается, и он всегда тотально успешен. То есть вот это вот заблуждение, что люди не достигают цели, оно как раз достаточно поверхностное. То есть если мы глубже заглянем в мотивы, если мы промодерируем свою цель на предмет того, что мы будем задавать вопрос себе. Один, второй, третий, пятый, десятый. Зачем мне это надо? Что я получу? Что произойдет? И очень часто люди говорят о том, что я не хочу того, или я не хочу этого, или я не хочу пятого, или десятого. То есть по факту получается, что у огромного количества людей есть глобальное понимание, чего они не хотят, но абсолютно нет понимания, чего они хотят. И вот они всю свою жизнь, или приличную часть этой жизни, они что? Они бегают от того, чего они не хотят. По факту их стратегия избегания приводит их к тому, что они ходят по кругу, они не понимают, почему они каждый год перед Новым годом пишут себе новую цель, или пишут ту цель, которую мы писали в прошлом году, и она каждый год почему-то не сбывается. Это вот как раз та самая история. Но в реальности человек все время достигает успеха. Он избегает того, что вызывает страх. Он избегает того, что вызывает вот то самое напряжение, от чего там страшно, муторно или еще как-то. Поэтому если вы хотите действительно понять, как работает постановка цели, то первый шаг отмодерировать ее, то есть проверить, какие мотивы скрытые, неосознанные стоят за этой целью. Здесь проще, конечно же, взять человека, который будет просто задавать много вопросов. Зачем тебе? Что произойдет, если цель будет достигнута? Или что не произойдет, если цель будет достигнута? Потому что часто как раз выясняется, что человек хочет, чтобы чего-то там такого страшного, опасного не произошло. Вот, поэтому что? Внимательно наблюдайте за мотивами. И здесь, конечно же, будет хорошим помощником, это ваша внутренняя честность с самим собой. Не самокритика, в которую люди очень часто проваливаются, а именно честность с самим собой, что стоит за моим желанием, что там, что это такое. То есть в этом смысле честность является самым лучшим другом, потому что вы действительно видите как наблюдатель, как фиксатор того, что там на самом деле есть. Вот, вот может быть немножко сумбурно, но такая вот маленькая подсказка с точки зрения того, что является причиной того, что мы какие-то вроде цели сознательно ставим, не видим вот этих скрытых бессознательных мотивов и постоянно, как нам кажется, чего-то там не достигаем. На самом деле мы достигаем, но мы этого не осознаем. Модерируйте свою цель и действительно находите те цели, которые покажут вам, что вы на самом деле получите. То есть, как говорится, если о чем-то мечтать, то ни в чем себе не отказывай. Ну, а если же, конечно же, появляется история, что вот вы начинаете бояться, что вот если я сейчас поставлю цель, а у меня не получится и так далее, и так далее, то это уже другая немножко история, связанная с тем, что мы начинаем со всех сторон эту цель тоже прорабатывать с точки зрения того, а что мне мешает достичь эту цель, а какие препятствия в этом. Чего я не знаю, не могу, не вижу и так далее. Что мне поможет узнать, сделать, увидеть и так далее. То есть, стратегия простая. Человек, допустим, говорит, я не знаю, как сделать то-то, следующий заход. Что мешает узнать? Не знаю. Что мешает узнать, что тебе мешает и так далее. То есть, очень простая, но крайне практичная техника. Если мы чего-то боимся, начинаем задавать себе вопрос, чего я боюсь? Или нам что-то, мы чувствуем какое-то напряжение или сопротивление. От чего у меня сопротивление? И здесь имеет смысл идти в детали, потому что очень часто люди обобщают. Ну, вот у меня вот это все не получается. Что именно все? Какое конкретное действие вызывает сомнение, страх, неуверенность? То есть, когда мы находим конкретное действие, мы, естественно, задаем себе вопрос, почему мы считаем, что у нас не получится? Почему мы считаем, что нельзя сделать несколько подходов и понять, как именно конкретно у нас эта история начнет получаться? То есть, вопросы такие честные, да, самому себе и честные ответы помогут понять, где у нас вот так называемый затык, барьер нам и так далее, который мешает нам реализовывать свои планы, осуществлять свои цели. На этом все. Привет прямо с берега Байкала. С вами был Дмитрий Шейн.